Привет всем! Меня зовут Элеонора и вы смотрите мой кулинарный сериал. Сегодня мы с вами приготовим печеночные котлетки. Самым первым делом нужно зачистить печенку от всяких ненужных штучек и нарезать такими кусочками, какими вам будет удобно молоть через мясорубку. Поэтому тут на ваше усмотрение. Вот, когда печенку измельчили, теперь нужно залить ее водой, чтобы побольше вышла кровь. Все, теперь печенку вместе с луком пропускаем через мясорубку. Все, фарш готов. Теперь нужно добавить перец, смесь перцев, добавить соли. И также сейчас будем добавлять муку. Муки я отважила здесь 100 грамм. Сейчас буду добавлять понемножку. А вообще я как делаю? Я жарю одну котлетку и смотрю на ее консистенцию, на ее вкус. Если она вдруг распалась, то, естественно, нужно добавить еще муки. Оп, высыпается. А, самое главное забыла. Вот же, приготовила два яйца и забыла о них. Добавляем также яйца. Добавлю еще немножко и попробую пожарить уже первую котлетку. Сейчас будем жарить первую котлетку. Разогреваю сковородку с маслом и прямо в центр, наверное, выкладываем. Одну ложечку. И сверху я всегда вот так вот еще наливаю побольше. Что-то она так растеклась. Мне кажется, мало муки, а то она прям на маленьком огне. Ну, сейчас посмотрим, как будет первая котлетка. Нужна ли еще мука. Я всегда на маленьком огне жарю с одной стороны. Потом переворачиваю. И уже под крышечкой с другой стороны, чтобы внутри пропарилась. Кстати, видите, форма, ну, я имею в виду, котлетка не распалась. Поэтому, я думаю, ничего добавлять не надо. Вот, красивая печеночная котлетка. И по цвету, видите, светленькая, потому что я хорошо вымачивала от крови. Но сейчас нужно еще попробовать ее на соль, поэтому все равно не начинаю еще основную жарку. Попробуем ее и там уже посмотрим. Так. Пробуем. Смотрим, как с другой стороны обжарилось. Ой, красиво. Ну что, пробуем. Ну, скажу вам, как получилось на соль, потому что я вижу, что муки достаточно, он вообще далеко не распадается, не расплывается. Так что попробую на соль и будем уже жарить. Так, что могу сказать. Добавляем немножко перчика и немножко соли. А так все хорошо. И так как я сильно не хочу растягивать удовольствие, возьму еще одну сковородку, буду жарить сразу на две сковороды. Но здесь, ребята, запомните, когда вы жарите какие-то котлеты на двух сковородках или какие-то блинчики, самое главное, не заходить в интернет. Потому что можно потерять все. Ну что, девочки, поехали. Ну что, последние котлетки готовы. Очень хорошо, потому что масло начало уже портиться, видели, уже пениться начало. Смотрите, получилась целая кастрюлька печеночных котлеток. Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин